Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Второй том. Вопрос 878. Плоды Духа Святого. Любовь к чистоте, опрятность в одежде. Можем ли мы так сказать? Почему это часто бывает у неверующих? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Послание Ефесиным, 5 глава, 9 стих. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Здесь ни слова не сказано об одежде. Но в другом месте мы находим, что христиане должны наблюдать за скромностью в своем одеянии. Послание Тимофею, 2 глава, 3 стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Не были клеветницы, не прообощались пьянству, учили добру. С марта 2001 года началось повальное переобмундирование женского пола в России. И сегодня почти невозможно встретить, чтобы женщина была нормально одета. На 90% они в брюках, то есть в мужской одежде. И с платьями, и юбками, разодранными или поднятыми до перекрестка. Я не могу объяснить, почему именно с марта. Но у меня есть привычка на все иметь статистические данные. Именно в это время началось переобмундирование нижней части женского тела. Теперь становится понятно негодование мусульманского мира, протестующего против тирании, насилия, западного образа жизни. Я не просто это вижу, а анализирую и тонко чувствую, что это идет эксперимент. Я только что сейчас проехал по городу и пытался на эту тему говорить с пенсионерками, одетыми по голову в брюках и накрашенных. Приводил местописание. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчине не должно одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий сие. А они мне в один голос. Такая мода. Закон Божий не прислушивается к моде, но даже через внешнее пытается сохранить нас во внутреннем целомудрии. Эту мимикрию под мужской пол легко сглотнули. Прошло и принятие ННН. Те, кто внимательно наблюдает, как пройдут их шары, гроссмейстеры, циркуль и угольника, масоны, довольные потирают руки. Внутри, даже считавшегося православным русского народа, нет никакого стержня. Корми чем хочешь, веди куда знаешь. На эту безликую серую массу воссядет всемирный диктатор. Эти выводы я делаю только из одежды. А сколько еще других признаков. Нормально одетых встретил только цыган, нахлынувших с юга смуглянок. Все до единой одежды нормального длинного платья. Ни одного разреза. Срам и стыд русскому народу. Когда нет ничего духовного в человеке, витрина пустая, тогда плоть ищет удовлетворение в самом низменном и выставляет себя на прилавок. Опрятность и чистота одежды так естественны для тех, кто ищет духовной чистоты. Не богатство, а опрятность, пусть даже и с заплатами. Чистота не стоит денег больших, чтобы содержать горницу чистой и убранной. Евангелие от Марка, 14 глава, 15 стих. И он покажет вам горницу большую, устлую, готовую. Трамп там, приготовьте нам.